Скэнер сканирует все семь тонких твоих тел, находит все. У меня есть подключик. У меня есть подключик на ноге, до колена на правой, левая рука и на голове, как обруч. Каналов нет? Нет, пока выведи ее. Хорошо, Скэнер, просканируй сейчас Веру. Найди все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы к этим подключикам, установленные в ней. Отключай все до 100%, выводи подключки. И как они выходят, они зависают перед Верой. Пошел процесс. А вышли. Отправляю в клетку-тюрьму. Выстраиваются прямые каналы вот этих подключек к ответственным, кто их поставил, и где бы они ни находились, притягивая всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Ну, притянулся, во-первых, вот этот паукообразное что-то, робот. У него такой овал, много глаз, такие точки, как глаза, и много лап. Они многофункциональны. Он может подниматься на них или, наоборот, их как ползать, раздвигать вперед-назад. Он один в клетке? Нет, ни один есть ящер, которого пульт направляет им. Пульт идет в соседнюю клетку. Считай цифру ящера над головой. Расканируй его. Снимается маски, голограммы, сущности, пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивает ящера прямой канал. Ко всем, с кем он связан, притягивая всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. А я не понимаю, что происходит. Но вот этот ящер, он стал голограммный какой-то. К нему никто не притягивается. За нами наблюдает кто-то. Я вижу картинку у них, экран, и они за нами наблюдают. Выстраиваем прямой канал. Видят они, они не видят нас, они видят энергии разные на этом экране. То есть от нас, которые идут. И они наблюдают за своей голограммой. Делаем невидимые наши энергии для всех во Вселенной. Да, будет так, а так и есть. Экран их затухает. Получилось. Отлично. А теперь выстраивай силам его намерения каналы к этим сущностям, которые смотрели на этот экран и притягивая всех в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Один ящер притянулся, генерал. И от ящера выстраивая остальные каналы к другим ответственным, притягивая всех в клетку-тюрьму, стоят в клетке-тюрьме. Все, кто с ним связан. Здесь немного кто связан, мы не можем всех притянуть. Все, кто связаны к нападению на нас, с этим ящером притягиваются в клетку-тюрьму. Если надо, клетка расширяется. Здесь идет картинка, что они тоже ограничивают себя, поэтому ответственность на нем. Но картинка идет, что там участвуют как лаборатория, а есть лаборанты, которые создают что-то для нападения. И вот этого лаборанта я притягиваю в клетку-тюрьму, причастному к нападению на тебя. Он не знает, на кого будет нападение, он просто делает свою работу. Он участвовал в этом? Он связан в Америке? Он участвовал в создании паука вот этого. Кто участвовал в нападении, кроме ящера, обозначается в пространстве? Никто. Ящер через вот эту свою голограмму управляет пультом. Это знаешь, когда, например, что-то зараженное, и есть такой, как колба большая, да, или какое-то стеклянное, и туда руки делаешь, в эту колбу, и они защищены полностью. Вот то же самое он делает в эту голограмму. Чтобы его следом не оставалось, да? Да. Ладно, ну это временная защита такая, потому что он с нами не связан. Наче бы мы его все равно притянули. Итак, какой у нас ящер, Вера? 6.01. 6.01. Я тебя слушаю. Ну, от него идет информация, что тут непонятно, что спрашиваешь. Чего ты пришел сюда? Какая цель? Много восстановится. Рабе остановится. Ну вот мы тебя и остановили. Итак, я слушаю. Я три раза спрашиваю, один раз я спросил, второй раз спрашиваю. Цель твоей подключки? И как ты пробил ее защиту? Мой второй вопрос. Он говорит, что вы рассадник, и нужно уничтожить рассадника. Это связано со школой и следующим потоком. Это твоя идея была? Я военный. Я не приношу идей. Для этого есть другие. Ну, для военных у нас есть... Такие идут, идет слово, но они по-другому. Структура эта называется. Если ты военный, то ты уйдешь к военным. Здесь понятно. Структура эта, безусловно, ей займутся. Но ты понимаешь, на кого ты нападаешь и последствия твоего нападения. Понимает. Как ты пробил защиту Веры? Ну, он показывает. Паука вот этого показывает. Как этот паук мог пробить ее защиту? Ну, он говорит, что не сильно-то она и защищалась. Дом он пробил во сне. Отсунул этого паука. У паука есть какая-то кислота, но она больше энергии. Итак, какая цель была этих подключек, которые я вытащил, которые находятся в клетке в тюрьме? Как они должны были действовать? Какому результату привести? Ну, тонкие тела они должны были починить. То есть, это ложная информация. И потом перейти на физическое тело, чтобы не было времени до тонких тел. То есть, это сердце, рука, сердце, голова. Эти бы органы страдали, да? Да. Ну, хорошо. Так, включая, Вера, тебе внутренним белосветным светом, ты выдавляешь из себя все негативные патогены, низкоаберационные, чужеродные, находящиеся в твоем биополе. Частички от энергии ящера, этой голограммы и этого паука, арахноида, робота, все выходит, формируется перед тобой в шар. А вот эти энергии выходят, они как бело-серебряные, как молнии. И желтое что-то внутри, как окислитель какой-то. Это яд, выдавливаем все до конца. Готов, шар. Отлично, отправляю этот шар в клетку-тюрьму. Пусть пока побудет там. Хорошо. Я думаю, на этом месте надо приглашать. Кого нам приглашать? Кольта или Элита? Кольта. Я прошу тебя выйти на связь. Офицер Кольт. На связи, я наблюдаю. Да, приветствую тебя. Ситуацию ты видишь. Напали на веру. Дома обязательно мы посмотрим, что там, где они могли пробить. Но все, кого можно вытащить, я вытащил. За этим ящером, безусловно, есть политическое руководство. До них я не могу добраться. С этим мы будем разбираться. Вы защиты ставьте. Защищайте себя. Я понимаю. Ты имеешь в виду в общем или какую-то специальную? В общем. В общем. Благодарю тебя. Это информация для Веры была. Благодарю тебя, Кольта. Что делать с артефактами, находящимися в клетке с этой голограммой, пауком, роботом и энергией? О, мы все заберем. И дам даже энергия есть, которую мы выдавили из Веры. Хорошо. Благодарю тебя. Забрали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok